Игра оправдала свои ожидания в плане того, чтобы упорная была, напряженная. За счет чего удалось победить? За счет характера и, наверное, везения. Но я считаю, сегодня равная игра была. Наверное, по моментам. Были моменты у команды «Авангарда», были моменты у нас. Забили на один гол больше, поэтому выиграли. Случаем хочу поблагодарить работников стадиона. Они проделали колоссальную работу. Вы сами знаете, вчера шел снегопад, еще утром лежал снег на этом поле. Поэтому я им благодарен, как и своим футболистам. Николай Лишенко не появился с первых минут. Было это определенным сюрпризом. У него были какие-то проблемы со здоровьем или это тактические соображения? Тактические соображения. Показалось, что когда команда играла верхом, очень легко перекусывали. Может быть, поле не позволяло опустить мяч вниз или прокомментировать? В антропометрических данных вы же видели. Команда очень мощная. Человек 5-6, наверное, под метр 90. У нас, наоборот, ребята такие маленькие, юркие, техничные. Не хватает нас. Мы испытывали сегодня определенный голод кадровый. Сегодня не смогли некоторые футболисты участвовать. У кого травма, кто заболел. Поэтому как раз мощи где-то какой-то не хватило. Но мы взяли, знаете, умением, наверное, какой-то такой сноровкой. Самое главное – желание. Паша Ксюнс на пробивание пенальти. Вот в ответственный момент, когда надо было возвращаться в футбол после пропущенного мяча. Это опыт или он штатный теперь? Ну, давайте, дай бог, чтобы мы в каждой игре били пенальти. Будет штатный, если будет забивать. Будет тогда критиковать какого? Так, мы же, знаете, точка G у нас во второй лиге была самая большая. Поэтому мы чем чаще будем доставлять мяч в трешную площадку, тем тяжелее будет сопернику. Леонид Анатольевич, будьте добры, Ваши комментарии по закончившему матчу. Ну, комментарии. Считаю, что сегодня играли две равные команды. В принципе, игра была равна, даже по голевым моментам. У нас было больше голевых моментов. К сожалению, два удара и два гола в наши ворота. Но это футбол. Мы свои не забили, а нам забили голы. Поэтому они два забили, а мы было много моментов, а подвела реализация. Не забили, поэтому и проиграли. Вы в межсезоне провели довольно-таки качественную селекцию. Есть, как говорится, еще шансы выжить в этой турнирной борьбе? Ну, только начинается второй круг. У нас есть игры в запасе, и шансы есть всегда. Только, еще раз говорю, мы будем биться до конца и играть. Если ребята будут играть, как сегодня, с таким же желанием, плюс добавят качество и реализацию, мы верим, что мы вылезем. Я говорю, с такой игрой, и если добавить реализацию, мы не вылетим во вторую лигу.